Торжество началось незаметно и неожиданно. Без сигналов, фанфар. На сцену, где шла еще репетиция юбилея и продолжалась уборка, поднялся незнакомый человек в шляпе с красной папкой. Он искал Медведева. Президента? – спросили его. Нет, директора Дома культуры. Зрители заулыбались. Замечательный подарок – капустник. Подготовил творческий коллектив своему директору. В качестве веб-гостя – Мансеррат Кабалье. Нет, голос чужестранки не сравнить с Одинцовской примой Светланой Синяковой. Ее номер бесспорно. Герою дня понравится. В «Солнечном» о директоре знают все. Форум перечисляет его наградой. Почетная грамота Московской областной думы. Медаль президента Российской Федерации за заслуги в проведении всероссийской переписи населения. Восемь. А десятую ждем. А девятую ждем. А девятую ждем. Девятая-десятая награды очевидны впереди. Не исключено сегодня. Чтоб вас коллеги по достоинству ценили. И чтобы солнечным таким всегда вы были. Возглавляем. Александр Петрович поднимается на сцену легко, по-юношески. Где они 70 лет, не поверишь? За ним Александр Альбертович Гусев. В руках мэра красная коробочка. Вот она награда. Девятая. Я вам желаю сегодня долгих лет жизни прежде всего. Долгих лет творческих. Потому что глядя на вас никогда не скажешь сколько вам лет. Александр Петрович, по поручению главы района, по нашему ходатайству я вам вручаю самую большую награду Одинцовского района. Это медаль Ватерья Яковлевна Чистяковой. Вот выше этой награды нет в районе. Я с удовольствием вручаю вам эту награду и желаю всего самого. С десятой награды Олег Анатольевич Ломакин. Сегодня по поручению министра культуры правительства Московской области Галины Константиновны Ратниковой личное поручение выполняю. Награждается почетной грамотой Медведев Александр Петрович за многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм и большой вклад в организацию культурно-досуговой деятельности и в связи с 70-летним с одним рождением. С букетом цветов вышла Любовь Евгеньевна Тишкина. Не приехать сюда я не могла. Потому что вот много лет нашей совместной работы с Александром Петровичем бесследно не проходит. Любовь Евгеньевна курировала когда-то восьмой микрорайон. Здесь учились эстетики жизни ее дети. На сцене депутат Одинцовского городского совета Максим Ганин. Я вам хочу вручить вот этот японский меч. Меч в Японии всегда олицетворял символ власти. Этот меч имеет белую рукоять и он означает путь белого воина. Александр Петрович, примите этот меч в подарок от нашего клуба, от нашего коллектива и пусть он всегда хранит вас и вашу душу. Надо ли говорить, что все поздравления были обрамлены концертными номерами «Звезд Одинцова». К микрофону выходила очаровательная Юлия Симака, неповторимый Ахат Самадов. Детские коллективы Дома культуры подготовили веселые, забавные поздравления. А когда заслуженный артист России Виктор Сухонос, а за ним композитор Игорь Чернавкин исполнили здравицу в честь женщин, и конкретно жен, Александр Петрович сел рядышком со своей любимой Зоей Петровной. Регламента на торжестве не устанавливали, потому точное число поздравляющих неизвестно. Ваши годы уж можно быть старым, можно стать безнадежно больным, и вы встретитесь очень усталым, покажите пример молодым. Александр Петрович, а есть мечта какая-то еще, вот дерзнуть? Между делом и мечтой. Вот здесь как раз находится хорошая гармония, когда дело делаешь и мечтаешь. Значит, это воплотится в хороших делах. Галина Поликарпова, Артем Леднев, телекомпания Одинцова.